Продолжение следует... И кажется, я говорил, что сишный вот вывод — это кроссплатформенная такая обертка, которая предназначена как раз для ситуации, что вы пишете программу, которая работает, ну, грубо говоря, на всех операционных системах. Идея была такая. В действительности это, конечно, не совсем так. На всех операционных системах, чтобы работала сишная программа, ее приходится обмазывать припроцессингом довольно активно. Может быть, как-нибудь я вам покажу живой системный код, и вы увидите, какое количество директив припроцессора там присутствует. Вот. Но в любом случае, в любом случае, эта штука является надстройкой над системным файловым вводом-выводом. Вот. И мне кажется, что я в прошлый раз, когда рассказывал рассказы, не упомянул, почему вообще файл воспринимается как поток. Помните, мы когда говорили про файловую систему, мы довольно быстро перешли от ситуации, что файл у нас лежит на ленточке, к ситуации, что файл у нас лежит, ну, скажем, на диске, и его сектора разбросаны. Вот. А тем не менее, исторически так сложилось. Напоминаю главный лейтмотив всех наших разговоров про операционные системы и архитектуру компьютеров. Исторически так сложилось, что именно файл — это штука, представляющаяся программисту потоком данных, у которого есть начало, течение и конец. Вот. Это тем более так, что некоторые устройства ввода-вывода, которые можно представить в виде файла, являются именно такими потоками. Вот. Ну, например, ну, не знаю, там, печатная машинка, с которой вы вводите клавиатура, да, причем клавиатура не такая, как вот у современных компьютеров, которые являются отдельным устройством, вызывающим прерывания или что-то такое. А клавиатура, подключенная к порту последовательного ввода-вывода. Вот. Вы нажимаете кнопочку, компьютер приезжает байтик. Вы нажимаете следующую кнопочку, компьютер приезжает байтик. Либо вы должны обрабатывать клавиатуру совершенно отдельно, так, как мы это делали в предыдущем модуле, да, как такое внешнее устройство со своими причудами, со всем остальным. Либо, как мы уже говорили, операционная система должна предоставить вам некоторую унификацию пользования внешними ресурсами. И вот эта унификация будет состоять в том, что внезапно клавиатура представляется вам как файл, который вы можете открыть, почитать из него и закрыть. Вот. Такая же точно картина с другими устройствами ввода-вывода, не являющимися файлами, поскольку исторически файлы хранились на всяких лентах, перфолентах, перфокартах, может быть, колоду, или магнитных лентах. Кстати, до сих пор живы устройства хранения данных на магнитных лентах за их огромный объем. Вот. И там тоже файл представляется как поток данных с началом, концом и возможностью по нему гулять вперед и назад, но без произвольного доступа. Вот. В общем, с тех пор так пошло, тем более, что, скорее всего, если вы обрабатываете какие-то данные, то способ их ввода останется последовательным. Если это не какая-нибудь база данных или что-нибудь в этом духе, если это просто какой-то большой объем, то этот большой объем, скорее всего, вы прочитаете сначала первый кусок, потом второй, потом третий, потом четвертый. Ну, короче говоря, будете работать с ним именно как с потоком. Вот это вот последовательная природа ввода-вывода. Да, и то же самое с выводом. Скорее всего, то, что вы выводите, вы будете выводить не сначала 12-й, потом первый, потом третий, потом нулевой кусок файла, а подряд. Ну, не файла, а того массива данных, с которым вы работаете. Ну, если, конечно, вы не зажрали его целиком, не выводите его целиком, но за этим целиком-целиком почти наверняка стоит абстракция, которая превращается в потоковый как раз ввод. То есть если вы, не знаю, там, работаете с терабайтом данных, когда вы его сохраняете на диск, скорее всего, он будет сохраняться именно как поток, начиная с первого кусочка этого терабайта. Так что ничего удивительного, что файлы в операционной системе мало чем отличаются от файлов в СИ. За исключением нескольких трюков, которые СИ-шные файлы нам предоставили. Мы помним, что в СИ файлы умеют, например, подглядывать в следующий еще не введенный символ. Помните, что сканф может посмотреть, что следующий символ это не число и отказаться вводить очередное число по форматному строке процент D, а вместо этого вернуть вам количество полей, введенное на единицу меньше. Есть еще такая совершенно прекрасная функция UNGETS. Это функция как бы обратная GETCHAR. То есть вы сказали GETCHAR, посмотрели на него, нет, мне не нравится, забери обратно, пускай кто-нибудь другой введет. Понятное дело, что над обычными потоками данных, которые, ну, например, над вводом с клавиатуры такая фишка не проходит, вот, а над вводом из файла, пожалуйста, какая вам разница? Поскольку современные файлы имеют не очень потоковую природу, то вполне можно прочтенный символ отпрочитать обратно, развидеть его. Вот такая функция развидеть. Вот. Кроме того, значит, мы помним из последнего семинара, у кого он был. Значит, смотрите, на последнем семинаре мы разбирали разные виды работы с файлами и выяснилось, что сишные файлы, те, которые открываются в функции fopen, бывают двух видов, текстовые и двоичные. И в текстовых файлах происходит еще какая-то перекодировка по ходу. Вот. Мы знаем этот принцип, доведенный уже до какого-то почти предела в питоне, когда текстовый файл не только перекодирует, ну, допустим, переводы строки, но еще и перекодирует из одной кодировки в другую. А вот теперь, видимо, надо это выключить безобразие. Вот. Я его включил. Не-не-не, не все. Я его включил, чтобы здесь было побольше воздуха. Будьте добры, просто выключите его. Там кнопочка поверов справа, номер два она называется. Вот. Еще одна фишка состоит в том, что в действительности вот эта абстракция файлов, которая нам показывает C, она довольно развесистая. Сейчас я попробую показать, хотя, наверное, тут и так можно. Вот если мы... Ой, тут... Написано. Написано. Понятно. Ладно, я пока наберу код. Смотрите, мы с вами на самом деле знаем способ, каким изучить, что это за такой странный тип файл. Что это за такой странный тип файл, на что он является указателем, вот это все. Я вангую, что это структура. А способ помните какой? Мы в начале этого модуля посмотрели, как сказать компилятору C, чтобы он совершил только припроцессор и больше ничего. Вызвал только ЦПП. Это, по-моему, так вот делается. Во, CC-E. Вот. И нам на экран вывалился огромный кусок этого самого стадиона, потому что... Это, господи, как его? Инклю... Чего? Я тормоз. Стадио. Стадио. Огромный кусок стадио, в котором наверняка есть слово файл. Вот оно. Как видите, он довольно сложно устроен. У нас есть структура, которая внутри обмазана всякими TypeDef'ами. То есть она то такая, то сякая. Вот. Есть структура его файл. Похоже, вот это главное, что нас интересует. И тут, как видите, очень много полей. Какие-то указатели... Указатель чтения, указатель записи, сведения о буфере. Мы помним, что буферизация происходит. Вот. Еще какие-то прочие интересные штуки, о которых я даже не осведомлен. Большой. Видите, эта структура все еще не закончилась. Вот. Вот. И где-то тут должно быть написано, что файл это... Сейчас найдем это место. О, вот. И здесь вот написано, что файл это и есть этот самый struct.io файл. Вот. Мы еще не смотрели. Есть такой волшебный механизм в силу, называется TypeDef, который позволяет задать новый тип. Помните, что типом данных структуры является struct.io файл. А если мы хотим слово struct не использовать, то мы должны написать что-то вот такое. Что мы задаем новый тип под названием файл, который будет соответствовать типу struct.io файл. Ну вот. И вот это вот он и есть. То есть довольно сложная абстракция. В противовес этом операционная система предоставляет вам очень простую абстракцию, а именно с точки зрения программиста на C, который использует обертки вокруг системных вызовов read, open, write, close и так далее, с точки зрения системного программиста, файл, идентификатор файла является целое число, причем нумерующееся с нуля. Вот. Когда вы открываете, запускаете свою программу, она получает уже три открытых файла. Вот. Это stdin, stdout, stdr, мы об этом говорили. У которых соответствующее число равно нулю, единице и двум соответственно. Да? Ноль это stdin, один это stdout, а два это stdr. Вот. Фактически все операции ввода-вывода, типа там getchara, printf, scanf, в которых мы не указывали, с каким файлом они работают, работали либо со stdin, либо со stdout, ну в зависимости от того, ввод это или вывод. Вот. То есть фактически, мы, кстати, даже видели это, когда мы стрейсили, помните, там такой жуткий был совершенно дампф, когда мы стрейсили работу программы, которая использует scanf, она превращалась в какую-то волшебную функцию isos.scanf чего-то там, и этот самый isos.scanf чего-то там в качестве параметра ему передавался таки, да, входной файл stdin. Вот. Значит, пользователь работает просто с номером, причем этот номер обладает некоторыми свойствами дополнительными, про это я чуть позже расскажу, когда буду про open говорить. Вот. И вот так устроены на самом деле все программы, которые запускаются в C, вот, или программы скомпилированы с имитацией вот этого самого файла ввода-вывода, который поддерживается в стандарте POSIX. Вот. В Linux тоже. В частности, функция read, дайте погромче сделаю, функция read, которая читает из файла, имеет вот такие параметры. Значит, первый параметр это дескриптор файла, собственно, тот самый номер, да, значит, не путать с индексным дескриптором, дескриптор файла это номер файла, открытого вашей программой. Нулевой файл, который открыт вашей программой, имеет номер 0, первый номер 1, второй номер 2, третий номер 3, если вы его откроете, четвертый номер 4, ну и так дальше. Вот. Так вот, дескриптор это просто номер, это место в памяти, куда будет происходить чтение из файла, вот, а это количество байтов, которые будут читаться. Обратите внимание, что никакой типизации в данном случае нету. Мы читаем байты и кладем их в какую-то память, вот, причем указатель типа какая-то память именно такой. Что это означает? Это означает, что с помощью функции ритв вы, например, можете прочесть из файла, ну, скажем, массив целых чисел, указав ему в качестве буфера адрес int звездочка, вот, а в качестве size t количество, указав ему четырехкратный размер, ну, в четыре раза, умноженный на четыре размер вашего массива, потому что, ну, вернее, не так, умноженный на size of int размер вашего массива. Вот. Совершеннейший аналог с операцией функции f read, которая отличается только тем, что в качестве файла вы передаете не вот эту вот страшную структуру, которая для вас c имитирует, а просто файл и дескриптор. Вот. Обратите внимание, что read еще возвращает некоторые значения, как обычно. У нас функция на c, как правило, возвращает значения, даже если не подразумевается, что она это делает, это возвращаемые значения, это что-то типа кода ошибки или количество проделанных операций. В данном случае read возвращает количество прочтенных байтов. Обратите также внимание на специальный тип size t, вот, который на разных архитектурах может быть разным, но в целом это такой беззнаковое целое, интеджер, может быть беззнаковое длинное целое, даже скорее, да. Ну, допустим, ваша файловая система не поддерживает длинные файлы, там файлы могут быть, там, не больше, там, не знаю, 4 гигабайтов. Значит, этот size t будет короткий, вот. Или ваша операционная система это не поддерживает. Или, наоборот, она это поддерживает, и, значит, size t будет длинный, там будет минимум 4 байта. Такие дела. Вот. Вообще, с ситуацией изобретения специальных типов для системных операций мы будем сталкиваться очень часто, потому что очень часто тип какого-то объекта внутри операционной системы зависит от архитектуры, на которой эта операционная система работает. Linux работает на десятках, если не на сотнях различных аппаратных архитектур, и там могут быть разные размеры всего. Вот. Поскольку c, как мы помним, это очень низковый уровень язык программирования, он должен воспроизводить вычислительную модель той архитектуры, на которой вы пишете программу, по этой причине мы не можем сказать, что, допустим, размер файла это просто длинное целое. Возможно, оно короткое. Возможно, оно дважды длинное на некоторых волшебных файловых системах. Что делать? Использовать тип size t. Вот. Нолик возвращает функцию, если в конце концов прочтен конец файла. И минус один эта функция возвращает в случае, если какая-то ошибка произошла. Про ошибку поговорим в следующий раз, сегодня просто не успеем. Про обработчик ошибок. Так, это я сказал, это я сказал. Ну, разумеется, поскольку есть read, то есть и write, который записывает. Обратите внимание, что в отличие от scan for print, где мы играли, тем передаем мы значение или указатель. Поскольку read и write, они работают блоком и памяти, в обоих случаях мы передаем указатель на кусок памяти, который сейчас поедет в файл или будет читаться из файла. Еще раз скажу, что никакой особой, кажется, никакой, сейчас мы это увидим, особых манипуляций с перекодировкой файла, по-моему, не делает read и write. Ну, посмотрим еще. Зависит от открытия. Вот простейшая программа, которая, если нам хватит времени, я ее даже скопипащу, значит, она что делает? Она читает по одному символу из файла stdin. Помним, что 0 это stdin. Это, да, значит, у нас три открытых файла. Стандартный ввод, стандартный вывод и стандартный вывод ошибок. Соответственно, 0, 1 и 2. Читает она из стандартного ввода, читает она ровно один байт. Дальше она этот байт увеличивает на единичку, а дальше она записывает его в стандартный вывод. С помощью почти что системных вызовов read и write. Я говорю почти что системный вызов, потому что в действительности системные вызовы выглядят слегка по-другому. И, как правило, библиотека Lipsy обертывает системные вызовы некоторыми более удобными интерфейсами, чтобы не надо было полностью выполнять все требования API. Так, давайте вместо файла сделаем. Обратите внимание, что стандартный вывод системный описан в... Плохо видно? Окей. Значит, смотрите. В результате... В результате вот оно просто пишет и пишет. Давайте мы его... Вот я набираю что-то, а вот оно мне выводит. Обратите внимание на то, что D превратилось в E, A превратилось в B. Ну, в общем, понятно. Вот. У меня такой интересный вопрос. Вот я сейчас нажму краю штабуляции. Вот клавиш штабуляции, вот клавиш штабуляции, вот клавиш штабуляции, вот клавиш штабуляции. А получится вот так. Ваше предположение, почему я ввел в строчку, а вывелся в столбик. Да. Хором. Потому что... Не каждый случай стоит следующий в таблице период. Да, именно. Ctrl-I, то бишь, сколько там, 9, это табуляция, а Ctrl-J 10, это конец строки, тот, который линуксовый, который бы к слэш N. Именно так все и происходит. Вот. Короче, вот. Напоминаю, что если вы работаете со стандартным вводом-выводом в POSIX системах, у вас должен быть определен на вашем терминале какой-то управляющий символ, который, когда вы его передаете программе, не передается программе на самом деле, а интерпретируется в вашей терминальной линии. И, в частности, это символ Ctrl-D. Вот Ctrl-D я нажал, и стандартный ввод закрылся. Вот. Это довольно стандартная настройка. Эту настройку можно менять. Я, кажется, вот такую штуку показывал. Минус А. Да, минус А же. Вот. О-о-о-о-о-о-о-о, E-off. Вот она. Вот. Ее можно приопределять, но не нужно. Потому что сами же запутаетесь. Всегда Ctrl-D. Вот. То есть это не символ конца файла, да? Это управляющая последовательность, которая управляет нашим терминалом, говоря ему, дорогой терминал, я тут вводила с клавиатуры, я закончила, спасибо. Вот. В случае, если... В случае, если... Произошел конец файла, рит вернет ноль, и цикл закончится. Соответственно, если вы читаете из файла, из обычного, ну, какой-нибудь вот такой вот, да, вот этот файл, вот мы сейчас ему скажем, из этого файла прочтем. Ну, вот, то конец файла наступает тогда же, когда наступает конец файла. Вы только что мельком видели документацию по функции рит. Скажите мне, пожалуйста, есть ли в этой программе какой-нибудь недочет? Я могу даже показать документацию по функции рит. Вот. Более того, я не просто покажу эту документацию. Я покажу кусочек, в котором прямо написано, почему, какой недочет в этой программе есть. Ну, минус один в случае ошибки получается, а он продолжит прям... Да, правильно. Значит, идея состоит в том, что поскольку функция рит возвращает ноль только в случае конца файла, то если, например, у нас ошибка чтения какая-нибудь, то тут приедет минус один, и вайл вполне себе продолжит дальше что-то делать такое. Все так. Ну и последнее упражнение. А что будет, если мы сейчас заменим здесь чарно-инт? Ну, во-первых, вопрос, что сюда писать? Это глупый вопрос. На него есть очевидный ответ. Не совсем правильный ответ. Правильно. Я заменил c, поменял тип c. Size of int. Можно c, можно int. Это одно и то же в данном случае. Здесь, кстати, тоже. Вот. Получится. Я, кстати, не пробовал это. Так что давайте вместе попробуем. Нет. Обратите внимание. Так, объясните явление. А мне каждого числа ждут следующего. Так, почему? Потому что мы так написали. У нас там сайта, потому что мы рассматриваем 4кк одно целое. Ну да. Значит, смотрите. Поскольку мы читаем бинарный файл обычным ридом, мы читаем что? Целое число. Целое число это 4 байта в данном случае. Прочли 4 байта. Как целое число. Увеличивая их на единичку. Мы помним, что порядок байтов в большинстве архитур обратный. Low engine. Поэтому первый байт увеличился на единичку. Вот он. Начальный. Он на самом деле младший в этой четверке. А 3 оставшиеся не увеличились. И у нас вот такая последовательность превратилась в вот такую. Вот такая. Вот в такую. Ну, в общем, дальше понятно. Все правильно. Такие дела. Зачем это бывает нужно читать из стандартного ввода бинарный файл? Мы можем понять, если вспомним, что есть перенаправление ввода-вывода в вот такое. Вот такое. И вот такое. Вот отлично совершенно заработает. Вы можете в этот файл бинарный положить бинарный файл и отлично читать, и все будет хорошо. В Linux и вообще в операционных системах, написанных в соответствии с стандартным POSIX, вот такого рода утилит, которые обрабатывают ввод-вывод, обрабатывают файлы, очень много. У них даже есть специальное название фильтры. Ну вот, значит, дальше. А вот тут немножко побольше у нас будет бла-бла, потому что open. Open – это открытие файла. Как видите, у него есть несколько вариантов одной и той же функции open. Вот. Нас, пожалуй, интересуют только первые две. Ну, это на самом деле одна, она просто с различным количеством параметров. Вот здесь у нас, мы помним, что чар звездочка – это просто массив байтов, и, скорее всего, он строка, то бишь, у него в конце стоит нулевой символ. Вот. Слово const означает, что эта функция не будет менять его. Const – это не константа, const – это такой редонный атрибут, если хотите. Вот. Самое интересное – это flags. Значит, функция open возвращает нам, собственно, дескриптор открытого файла, причем, как я уже сказал, если, например, вы запустили программу, и у вас уже открыт stdin, stdout, stdr, то есть 0.1.2, то, скорее всего, open вам вернет 3. А следующий open, если вы предыдущий не закрыли, 4. А как только вы закроете файл, у вас освобождается дескриптор, ну, скажем, номер 3, и следующий open опять вернет вам 3. То есть дескриптор файла – это не уникальный идентификатор, это такая штука, которая показывает на открытый поток данных, и эти потоки нумеруются, во-первых, начиная с нуля для каждого запущенного процесса, и, во-вторых, как только поток закрывается, новый поток заступает на его место, ежели таковой вам необходим. Вот. То есть функция open возвращает просто вот этот дескриптор, с которым потом можно будет работать, а вот флаги – это способ, которым вы открываете файл, и этих флагов довольно много. Я прям просто про ним пробегусь, потому что их действительно много. Значит, oappend означает, что когда вы открываете файл на запись, вы не урезаете его до начала, а дописываете в конец. Это соответствует буквке A в fopen-е сишном. Так, вот эта вот штука, про которую я рассказывать не буду, про клоэкзек я расскажу чуть более потом, но идея стоит в следующем. Мы помним, что файл надо закрывать с помощью клоуза. Мы помним также, что система обязуется нам закрыть файл, если мы его открыли и не закрыли, когда программа остановится. Вопрос в том, как поведет себя операционная система, если мы открыли файл, не закрыли его, а потом вместо нашего процесса с помощью системного вызова EXEC запустили совсем другой процесс. Ему надо передавать вот этот открытый файл, или лучше не надо? Вот. Вот этот флаг обозначает как раз тот факт, что нет, не надо. То есть, если мы вместо одного процесса с помощью системного вызова EXEC запустили другой, то открытый файл ему не передастся. Кстати сказать, а если мы этого флага не напишем, то запущенный новый процесс, у него окажется 4 открытых файла, а не 3. У него будут все 4 дескриптора ему доступны, и вот тот четвертый дескриптор, который мы открыли с помощью опена, ему тоже переедет. Такие дела. О, create, если не ошибаюсь, устроен таким образом, что если такого флага нету, то он не создастся. Наоборот, если такой флаг есть, то в случае, если файл есть, он не будет его создавать, скажет, ребята, я не могу создать файл, он и без того существует. Для о-create необходимо еще указать, какие будут права доступа у файла, и для этого есть как раз вторая форма открытия, в которой есть mode. Поскольку мы права доступа чуть-чуть проходили, забьем на это. Так, что еще интересного? Во, о-директ. О-директ это довольно забавный флажок, который сигнализирует операционной системе, что данный файл нужно открывать и работать с ним мимо кэша. Помните, что кэш-файл системы – это штука страшно удобная, он очень сильно убыстряет работу с файлами, особенно на запись, но в то же время штука рисковая, потому что стоит нажать на ресет не вовремя, и все незакрытые файлы, которые находятся в системном кэше, никуда не денутся. Они там же останутся и умрут вместе с этим самым ресетом. Так вот, о-директ командует системой по возможности избегать кэширования. То есть буферизация все равно останется, потому что она заложена в свойства файла. А вот откладывать это куда-то в память в кэш, система постарается этого не делать, а будет писать прямо на диск. Более того, если вы хотите, чтобы оно писало прямо на диск, как только вы вызвали операцию записи, надо же еще использовать флаг о-синк, который будет не только говорить о том, что штука не попадает в кэш, но и о том, что реальная синхронизация буфера, в которой вы пишете системного с содержимым файла, будет происходить при каждой записи. Это прямое использование флагов о-директ и о-синк, прямой способ сделать чтение и запись, ну, в основном запись, запись в файл очень-очень медленным, потому что никакого кэша, никакого буферизации, все будет попадать сразу. Outputs. Если не ошибаюсь, Outputs. Или нет, Option. Да? Как она называется? Flags O. Нет, точно не Output, потому что Read On или Write On или, ну, видимо, Option. Option. Это же опция, вы можете указывать, можете не указывать. Ну и куча всяких других дополнительных штук, которые, в общем, нужны нам только для того, чтобы... для того, чтобы более тонко управлять свойствами файла с точки зрения операционной системы. Вот, кстати, флаг O.Trank, он противоположен файлу O.Append. Флагу O.Append. Если открываете с... Если открываете файл с флагом O.Trank, он будет урезаться до нуля и... на запись. Вот. Он будет урезаться до нуля и, значит, оттуда заново писаться. Отдельная фишка, возможно, про нее стоит рассказать, это TMP-файл. Значит, что такое временный файл в POSIX-системах, в том числе в Linux? Это файл, который открыт, а в файловой системе его как бы нету. Мы даже про это говорили. Вы можете открыть файл и тут же его удалить. Открытый. Поскольку у вас есть дескриптор, у системы есть область, которая с этим файлом непосредственно связана, писать в него можно, читать из него можно. Сейчас мы увидим функцию SIG, перемещаться по нему можно взад-вперед. Как только вы его закроете, он исчезнет. Довольно удобная штука с точки зрения безопасности. Например, чтобы никто не подглядел в ваши данные, за исключением, никто не подглядел даже в тот факт, что данные вообще у вас есть, за исключением, разумеется, ядра операционной системы, которая знает все. Так вот, технология открыть файл, а потом вот тут же удалить, она не хороша тем, что она не атомарная. Вот в те несколько миллисекунд, которые пройдут между вызовом, системным вызовом open и системным вызовом unlink, для того, чтобы удалить открытый файл. Кто-нибудь может вклиниться и в этот момент что-нибудь с вашим файлом сделать. Небезопасно. Неатомарность таких операций может привести к так называемым рейсам, гонкам. А вот для этого служит файл от mp-файл, тут есть даже флаг, тут есть даже пример как-то делается. А, тут более хитрый пример, тут еще как-то ссылка на него создается. Ну, короче, вот. Таким образом можно открывать на некоторых файлах-системах. Тут вот описаны файлы системы, типы файлов систем, на которых это делается. Вот. Временные файлы. И таким образом работать. Все, разумеется, стандартные для Linux файловых систем с очень давних пор поддерживают эту штуку. Вот. Вот тут большой список. Наш файл-систем классический, это x4, поэтому все хорошо. Но тут есть даже очень старые файлы. Такие дела. Значит, это что касается опена. Видимо, нам придется с этим разобраться на семинаре. Какие конкретно флаги надо говорить опену, чтобы просто открыть файл и чтобы в него и на чтение, и на запись. Ну, поскольку это не сейчас, вот не сейчас и будет. Так. Сказал, сказал, сказал. Опен поглядел. Значит, да, close. Ну, close это просто close. Вы ему передаете дескриптор, он закрывается, все хорошо. Он, как обычно, int, то есть он может вернуть какое-то сообщение об ошибке. Соответственно, может быть, имеет смысл проверять, что close завершился нормально. Не знаю, при каких вообще ситуациях может close завершиться ненормально. Теперь, значит, как и обещал, немножко расскажу про перемещение по файлу. Значит, мы уже говорили, что концепция файла, как поток пошла от хранения файлов там на, скажем, ленточках. Вот. И поэтому мы можем в некоторых случаях позволить себе не только открыть файл и только читать из него, или только писать, дописывать в него, но и, например, переместиться на какое-то место этого файла, прочитать оттуда, а потом переместиться еще куда-то. Но это перемещение будет восприниматься именно как такое перематывание магнитофонной ленты на нужную позицию. То есть, соответствующая функция, она называется lsig. Вот. Соответствующая функция, у нее, собственно, три параметра. Это файл, смещение и начало, откуда мы начинаем, откуда мы отмеряем это перемещение. Вот. То есть, и рассматривается это именно так. Вот у нас есть поток данных под названием файл, у нас есть читающее устройство, которое в какое-то место смотрит. И мы говорим, на начало, он перемотал на начало, и начинает снова с начала читать. Говорим, там, на середину. Он раз, перематывается на середину. Вот. Значит, эти самые events, то есть откуда, их всего три. SIGSET означает, что мы перемещаемся на позицию относительно начала. SIGCUR означает, что мы перемещаемся на относительную позицию относительно той, которую сейчас у нас, которую мы сейчас наблюдали. и SIGCUR – это позиция относительно конца. Соответственно, оно может отрицательным, например, быть. Ну, вот такое. Вот. Как ни странно, это довольно часто используемая функция, именно потому, что мы не можем работать с файлами, как с такими массивами произвольного доступа. И вот функция SIGCUR, LSEC, да, она выполняет роль вот этого произвольного доступа. В действительности, она может быть достаточно дорогой, а может быть и достаточно дешевой. Это зависит от того, каким способом вы открываете файл. Про другой способ расскажу в следующий раз. Главное не забыть. Который называется memory mapping. В случае, если вы его открываете именно как абстракцию файл системную, это достаточно дорогой способ. В некоторых случаях вам придется буквально перематывать соответствующий файл. То есть, вот вам нужно для того, чтобы добраться до сотого блока, прочитать предыдущие 99. В современных файловых системах, скорее всего, это не понадобится. Если вы говорите, я хочу сотый блок файла, драйвер файловой системы вычисляет, где этот сотый блок файла лежит и его вам предоставляет. Такие дела. Так что, скорее всего, в большинстве случаев это достаточно легкая операция. Но, повторяю, она может случиться так, что она тяжелая. Вот. Как мы ее используем? Ну, допустим, для того, чтобы прочесть из середины файла, мы должны узнать размер этого файла. Размер этого файла можно узнать с помощью того же lsig, если сказать ему sigend, а потом посмотреть, что оно вернет. Вот. Да, что он возвращает, кстати. Да, он возвращает the resulting offset. То есть, если мы скажем sigsec на конец файла, то мы как раз получим его размер. Впрочем, получить размер файла штатным путем лучше другим способом, о котором я скажу чуть позже. Вот. А дальше мы можем, например, спозиционироваться на половину, взять от этого результата sigset на sig, lsig на sigend, взять половинку и сказать ему lsig. Тут, правда, возникает вопрос, а если файл... А, нет, не возникает. Половинку. Все нормально. Такие дела. У нас, если мы сегодня успеем, будет на практике сортировка, бинарный поиск в сортированном бинарном файле. То есть у нас будет файл интеджеров отсортированный, нам нужно будет за короткое количество операций чтения попробовать понять, принадлежит ли данное число данному файлу. Вот. Как раз будем использовать этот самый lsig в хвост и в гриле. Окей. Так, так, так. Да. И тут внезапно у нас начинается тема... У нас начинается тема... А, нет. Значит, не все файлы одинаково подвержены lsig. Например, невозможно прочитать то, что вы введете с клавиатуры через 100 байтов. Вам надо сначала прочитать эти 100 байтов. Да. То есть, например, стандартный ввод, который ввод с клавиатуры, и стандартный вывод, который вывод на экран, lsig не подвержен. Мы не можем взять и... Ну, понятно, в общем. Но внезапно, если вы перенаправили стандартный ввод просто с помощью операции больше или меньше, то то, что вам пришло в качестве первого дескриптора номер один, как раз можно по нему lsig, потому что это, скорее всего, будет обычный файл. Это, наверное, не очень понятно. Сейчас я приведу пример. Значит, смотрите. Вот мы запустили программу cat. Как вы помните, она читается со стандартного ввода и выводит на стандартный вывод. Такая супер программа. Давайте мы посмотрим, какой у нее process-id. Вот она. 3127. Посмотрим, что про эту программу нам показывает виртуальная файлосистема slashproz. Помните, это файлосистема, в которой в виде файлов отображает, Linux отображает разные интересные данные про наши процессы. В числе прочего, ну, например, там мы помним, да, там есть, например, в каком, какой каталог являлся текущим, какая программа записана. Обратите внимание на подкаталог fd. Давайте туда заглянем. Ну, давайте минус l еще мы скажем. Вот. Смотрите. Это, помните, такой тип файлов, символьные ссылки. То есть, это файлы, в которых лежат имена, пути до того места, где на самом деле находится этот файл. И эти символьные ссылки, как видите, введут в каталог slashdev. Мы краем глаза туда заглядывали на прошлой лекции. Это каталог, где в виде файловых объектов представлены внешние устройства. В данном случае это внешнее устройство, это терминал номер 2. Вот этот. Терминал. Да? И все три потока ввода-вывода stdin, stdout, stdr на самом деле являются вот этим терминалом. Ну, давайте посмотрим ради интереса, что это за штука такая. Это символьное устройство, то есть устройство, чтение из которого может быть по одному байту, принадлежащее пользователю George на чтении, на запись и собственно все, больше нам ничего про него знать не надо. Ну, у него есть мажорный-минорный номер, но это не очень интересно. Это просто уникальный идентификатор устройства, вот он двумя числами таким. Вот. Смотрите, а что будет, если я сейчас возьму и запущу программу CAD с перенаправлением, ну скажем, файл О. Давайте узнаем, какой у нее ПИД. А почему бы она должна останавливаться? Она же вводится стандартного ввода. А, все, все, Да, она, все хорошо. Вот. Значит, ну кстати, не обязательно говорить ПС, можно сказать ПИДов и имя процесса, и он вам расскажет все ПИДы всех процессов, которые так называются. В данном случае у нас в системе 1 все хорошо. Вот давайте посмотрим туда, значит, 3152, да, FD. Все как обычно, std, stdout, stdr. Но stdout, оказывается, это файл О, собственно, как мы и сказали. То есть, когда вы запускаете процесс, и он видит три потока данных, вообще говоря, совершенно не обязательно это будет терминал, терминал и терминал. Да, любое направление вывода приведет вот к такому. Вот. Мы даже можем, наверное, сейчас, три потока данных. Стандартный ввод, стандартный вывод и стандартный вывод ошибок. сейчас я найду, найду, найду. Вот они. Вот. Вот вам еще один пример. Помните, что делает dev0? Это устройство, в котором лежит ноль, бесконечный. Оттуда можно бесконечно читать ноль. И давайте его будем бесконечно записывать в dev0. А dev0 это такое прекрасное устройство, в которое можно что хочешь писать, и оно там немедленно исчезнет. Очень удобно, чтобы что-то куда-то перенаправить. Вот. Есть даже среди linux-оидов такой мемчик. Вот. Вот. В dev0 означает, не нужно выбросить вот это все. то есть я вангую, что сейчас у программы CAT будет открыто два, три файла, как обычно. Два из них будут вот эти устройства, а третий с TDR как был терминалом, так и останется. Давайте посмотрим. 65. О! Так и есть. Вот. Я не стал перенаправлять файл, потому что этот файл разрос бы сейчас со скоростью неимоверной просто. Он бы не выключился, но, как это, ну, короче, несколько сотен гигабайт наросло бы сразу. Со скоростью чтения программы CAT нарастала бы. Понятное дело, что читать из dev0 легко и приятно, там всегда нули, вам очень быстро системный вызов эти нули вернет. Такие дела. То есть, наш интерпретатор командной строки Shell при запуске программы, когда мы делаем перенаправление ввода-вывода. В действительности единственное, что делать, это подменяет один дескриптор на другой. Если мы просто стартуем программу, там будут терминал в качестве ввода-вывода, а если мы перенаправляем вывод, там будет вот такое. Такие дела. Так, это я сделал отступление про про, 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 не помню про что, но это важное было отступление. А, я к этому пришел, когда сказал, что совершенно необязательно stdout, например, не умеет делать сик, если мы перенаправили файл, отлично можно делать сик по этому файлу, почему бы нет. Вот, но мы этого не знаем. Значит, так, 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 а, да, про дырки, дырки, дырки в файле. Значит, внезапная подстава нас будет подстерегать, если мы пользуемся модными файлами-системами, в которых есть так называемые дырки. Что такое файл с дыркой? Он же sparse, sparse файл, или terse файл, не помню. Sparse и terse, одно из них плотное, другое не плотное. Вот, значит, sparse файл. Вот. Значит, файлы с дырками, где они тут? Дырки. Вот они. Файлы с дырками устроены так. Как вы думаете, какое самое популярное число, хранящееся в файлах, особенно, если в них еще ничего не написали? Ноль. Соответственно, если вы создаете файл, который состоит исключительно из нулей, большинство современных файловых систем скажут, окей, и никакого места на диске не займет. Вы откроете этот файл, значит, начнете туда писать, и вот тогда у вас потихонечку начнет заниматься место на диске. файл, и у вас файл будет состоять из куска записанного и нулей. Потом, поскольку вы создали файл, скажем, размером в мегабайт или в гигабайт, неважно, вы с помощью кольсика перейдете на конец этого файла и начнете писать туда. И у вас получится файл, который состоит из начала, дальше нулей, и дальше конца, который вы тоже записали. При этом современные файлы системы все еще понимают, что вот этот кусок нулей можно не хранить на диске, потому что это нули. При чтении оттуда будут нули получаться, а пока мы их не модифицируем, хранить эти нули на диске не нужно. Более того, это свойства файловых систем. Вообще говоря, да, то есть вы можете попросить файлу системы открывать, надо посмотреть, кстати, в Open может быть есть такая функция, открывать без дырок, или вы можете при создании, монтировании файла системы сказать, что дырок на ней не будет. Но по умолчанию они есть. Не исключено, что он не увеличится, да. То есть он будет, у него будет расти информация о его размере, но поскольку вы делаете буферизованная запись сектора нулей, файл системы говорит, так, это сектор нулей, не буду ничего писать. Вполне возможный, не буду врать, возможно, нет, возможно, да. Но идея интересная. в любом случае, когда вы вообще ничего не записали, например, открыли файл для пользования базой данных, написали в начало, написали в конец, все, что лежало в середине, было заполнено нулями, оно не считает, оно не лежит на файловой системе, и эти нули оттуда читаются просто сами-сами. Ну как это работает? Очень просто это работает. Внутри файловой системы, вместо того, чтобы делать ссылку на блок, реальный блок, вы говорите, а вот этот блок в иноде, помните, в иноде там ссылки на блоки, а этот блок, он нулевой. И если мы хотим прочесть вот с адреса соответствующего этого блоку, мы будем читать нули, не надо лезть ни на какой диск. Вот и все. Да, да, да. То есть смотрите, вам все равно придется создать, например, я сейчас фантазирую, потому что есть и другие варианты, более эффективные. Но самый простой вариант очень простой. Представим себе файловую систему, представим себе дерево инодов, которые, ну, инод и, значит, дерево вот этих самых блочных кусков. И у вас вводится новый тип блочного куска. Блочный кусок, состоящий из нули, нигде не лежащий. Значит, вы, говорите, когда создаете файл размером в мегабайт, состоящий из нулей, что все блоки, которые он есть, которые в нем есть, они вот эти нулевые, нигде не лежащие. Соответственно, при чтении оттуда вы отлично получаете гигабайт нулей. Вот. А как у меня это вопрос? Не так просто. Сейчас я по этому попробую поговорить. Но сначала давайте я просто ткну вместо в лсике. Да, тут есть проблема. Проблема у лсика. Окей, а если я хочу перейти на место номер там 100, да, это реальные данные или с пропуском дырок? Поэтому у лсика у современного есть в такие флаги. Контейнинг дата. А если холл, то вместе с дыркой. Такие дела. Вот. Как понять, как понять, как понять, интересный вопрос. Ну, представить-то это очень легко, да? Это такие файлы, которые не хранятся, а генерируются из нулей. Вот и все. Ну, смотрите, вы вызвали системный вызов read. У вас есть указатель на то место из файла, из которого вы читаете. Вы пошли к ядру операционной системы, сказали, дорогой ядро, прочти мне из этого файла вот столько-то байтов с такого-то места. Ядро ходит к драйверу файловой системы, говорит, отдай мне столько-то байтов. Ну, на самом деле нет, ядро говорит, дай мне целый сектор, понятное дело. Файл системы говорит, это нулевой сектор, вот тебе нули. Все. Вам приезжают нули. А, то есть там как бы информация в самой памяти как бы не меняется, он просто сам понимает, что это нули. У него записано, что в этом файле, да, вот этот кусок состоит из нулей, и поэтому не надо хранить на диске, он просто состоит из нулей. Поэтому, если мы оттуда читаем, то он к диску не ходит, а говорит, это нули, вот тебе целый сектор нулей. Так, а вот это и команда драйвер, да? Да. Он как бы в оперативной памяти. Ну, естественно, это свойство ядра, конечно. Это просто, это просто так устроена вся вот эта вот цепочка от начала вашей функции на C и заканчивая обращением к диску. Или не заканчивая обращением, если это не нужно. Вот. Значит, да. Значит, и вот, соответственно, у функции C есть варианты, когда она эти дырки обходит и когда она их не обходит. потому что вам может хотеться того, а хотеться другого. Значит, дальше. Возвращаемся слегка к прошлой лекции, потому что это слегка долг за прошлую лекцию, вот, который состоит в том, что в нашей файловой системе, вообще говоря, могут лежать довольно разные объекты. Смотрите, мы уже с вами знаем, что в файловой системе лежат обычные файлы, каталоги, каталоги, вот они, они помещаются буквочкой D в выводе Ls-L. Символьные ссылки, я не помню, были ли они на лекциях, на семинаре они точно были, символьная ссылка это специальный вид файла, в котором лежит настоящее имя файла. Вот, например, видите, TMP является символьной ссылкой вот туда. Соответственно, если я хочу что-то найти в этом файле TMP, на самом деле, я буду искать вот здесь, ну, это на самом деле каталог. Ну, или, например, так, ln-s файл, нет, сначала что, потом куда, o.p filet. Вот, вот у нас есть теперь символьная ссылка, об этом говорит буква L в выдаче Ls, что некий файл, объект, под названием файл, на самом деле, является символной ссылкой на o.p, размер 4, это просто длина вот этого имени, 4 байта. Вот и все. Если мы говорим катфиле, мы на самом деле, происходит сначала чтение, какой там лежит имя, а потом оттуда происходит. Есть такая слегка хакерская технология хранения данных в битых символных ссылках. Ну смотрите, чтобы прочесть данные из файла, допустим, вам нужно, ну не знаю, 10 байтов записать в файл. Чтобы прочесть из файла, в котором 10 байтов, что вы делаете? Open, read, close. Еще стат нужно сделать, чтобы узнать, что этот файл есть. Чтобы прочесть, да, значит, вместо этого вы делаете следующее. ln-s, ну вернее, на c, естественно, просто, да, минус s, что и в имя файла. Получаете такую штуку, битую символную ссылку, то есть символная ссылка, которая ссылается на несуществующий, несуществующий путь. Ну и ладно, мне же не нужно знать содержимое этого файла. Я хотел прочесть вот эти, сколько, 8 символов. Я говорю read link и это один системный вызов. Таким образом, содержимое этой системной, этой символинки. Таким образом, вместо трех системных вызов мы получаем один. Например, это используется, если у вас в операционной системе, в операционных системах семейства BSD, в частности, в OpenBSD, есть такая штука, конфигурационный файл библиотеки Lipsy, в которой прописаны всякие интересные вещи. Например, можно туда прописать всегда занулять память, даже если делать обычный малок, который, в принципе, память занулять не обязан. или всегда проверять границы там обращения к чему-то. Что такое всегда проверять? Это значит, что любой системный вызов должен сначала проверить, нужно ему проверять, там, допустим, занулять память или не нужно, или нужно проверять границы или не нужно. То есть, сходить куда-то, где это написано. И если это конфигурационный файл, то вам придется каждый раз, когда вы вызываете малок, вам как автору операционной системы, каждый раз, когда вы вызываете малок, еще открывать файл, читать на нее и закрывать его. Что увеличивает время работы программы в три раза в этом месте. А если вы храните данные вот таким вот извращенным способом, в виде имен файлов, то это как бы намного короче. Извините, увлекся, это я не хотел рассказывать. Так, да, так вот, у нас есть символьные ссылки, которые являются просто хранилищами каких-то строк, но если мы попытаемся открыть соответствующий файл, то у нас будет попытка преобразования символьной ссылки в то, что в ней лежит, попытка открыть соответствующий файл. Вот если мы скажем укат этому файлу один, да, он скажет, что такого файла нету. Почему? Потому что вот такого файла нету. Да нет, правильно. А филел? Филел. А неважно. Риадлинк есть? Риадлинк, да? Аката нету. Понятное дело. Он разрешил Риадлинк, выпил операцию Лиадлинк, получил строчку TheData, попытался открыть файл TheData, ну и не добился ничего. Такие дела. Значит, мы знаем, что в файловой системе может лежать, сейчас, минус L скажем, устройство разных видов, как минимум двух. Слушайте, а в Линуксе, по-моему, уже нету блочных устройств. Нет, есть. Смотрите. Устройство двух разных видов. Символьное устройство, буква С в начале, Charakter Device, означает, что из этого устройства можно читать по байтам. Блочное устройство, блок девайс, буква Б, означает, что из этого устройства можно читать только по блокам. В частности, наши диски, которые называются, традиционно именуются буквами SDA, они блочное устройство. Видите? Это все специальные объекты файловой системы. Видите, у них даже вместо размера идентификатор драйвера, номер драйвера, номер устройства. Мажорный, минорный номер, так называемый. С которыми можно работать, как с обычными файлами. Вот мы, например, DevZero смотрели, из него читали. Или, допустим, мы можем сделать так. Мы можем сказать, Cut DevUrandom в O. Прекрати, прекрати. Все. Как вы думаете, за это время какого размера файл O набрался? 93 мегабейта. За это время. Пока я убивал программу Orandom. В смысле, программу Cat. Так что, ну, в общем, вот. Спасибо кэшированию. Если бы она прямо на диск писала, может быть, было бы медленнее. А тут он вот да. Вот. Кстати, догадайтесь с одного раза, что хранится в устройстве DevUrandom. Urandom. Случайные числа. В Linux есть два устройства. DevUrandom и DevRandom. DevRandom там более аккуратные случайные числа, а в DevUrandom там ситуация следующая. Ну, это отдельная тема, на самом деле. Вот. Значит, сколько у нас времени? Ну, давайте я отвлекусь и расскажу. Это отдельная совершенно тема. Значит, случайные числа бывают двух видов. Нет, не так. Случайных чисел не бывает. То, что мы используем в качестве таковых у себя в программах, это какая-то их имитация. Пластиковая дешевая или, значит, более дорогая, атомная. Значит, два вида того, что мы называем случайными числами, это случайные числа, получающиеся с помощью математических методов, так называемые датчики. Или генераторы случайных чисел. И случайные числа, получающиеся при помощи накапливания энтропии. То бишь, какого-то внешнего знания о внешнем мире, которое можно представить в цифре, потом взять остаток отделения и получить непонятно какое число. У случайных числа, у чисел, которые датчики, есть забавное свойство. Вы ему можете задать начальное значение, давайте я попробую. Датчик случайных чисел, он же генератор случайных чисел. Это штука, которая позволяет получать длинные последовательности чисел, кажущиеся случайными, на основании просто математических вычислений следующего элемента из предыдущего. Давайте я проведу пример. Странно, что я решил. Да, вот давайте, что-то у нас лекция ушла в сторону, ну ладно. Сейчас. Ну, например, на самом деле есть более четкая формула, поищите в Википедии последовательных случайных чисел, вы увидите, там прям довольно аккуратная она, если бы мы на эту тему беседовали, я даже ее рассказал. Сейчас. какой там инклюдник у нее? Рнадом. Рнадом не работает. стд-лип. В Виме есть кнопочка К большое, которая вызывает ман по соответствующему элементу. если я скажу вот так, вот К, он не найдет ман по мейну, а вот если я скажу вот так вот, К, он найдет ман по рандому. Вот. Так, ну и что, давайте принт, да, for, так, int i, for i равняется 0 и меньше, ну скажем, 10, ну 10 хватит с него, i++, print, процент d, лишнее, рандом, вот так. Что тебе не нравится? А потому что long-end. Потому что long-end. Молодец. А, надо было пробел все-таки поставить. Ну вот, смотрите, вот вам какие-то случайные числа в диапазоне, между прочим, очень большом, читайте ман рандом, там написано. Вот. Если я сейчас запущу заново эту же программу, она будет выдавать другие случайные числа. Нифига, те же самые. Те же самые. А не случайные, но те же самые. Правильно. Соответственно, ну вы можете что сделать? вы можете взять вы можете взять и, например, задать начало этой последовательности с другого места. По-моему, это делается с помощью функции сид, сейчас я узнаю это. Да, она у всех одинаковая. Сейчас, я узнаю. С рандом она называется, извините за выражение. с рандом, потому что. Ну вот так вот. Это совершенно читерство, потому что это будет один байт. ну и пусть. Что, не получилось? Что я сделал не так? А, господи, один, естественно, сейчас расскажу. Блин, у нас лекция шла в сторону, ну ладно. Все равно это про... Она уже почти закончилась, так что мы будем поговорить. А, она прям закончилась, да? Да. Окей, это, это клево, потому что я как раз боялся рассказывать про вот этот кусок, он немножко сложный. Сейчас расскажу и на этом мы закончим. Значит, смотрите, вот один вариант, вот второй вариант, и вот они теперь разные. Значит, что такое argv и argc? Это параметры командной строки. argv 0 это имя вашего бинарника всегда нулевой элемент этого массива. Значит, это массив ссылок на char. То есть, это массив, в котором лежат адреса, которые, в свою очередь, указывают на строки, заканчивающиеся нулем. Вот. Если вы передаете, не передаете вообще параметры в вашей программе, то у него единственный аргумент argc равен нулю, и единственный argv, это имя и бинарник, который вы запустили. Если вы передаете какие-то параметры в командной строке несколько штук, то, соответственно, у вас будет argv 1, это первый параметр командной строки, argv 2, второй и так дальше. В данном случае я передаю функцию srandom маленькая чиселка, байтик, являющаяся нулевым элементом первого аргумента командной строки. То есть, вот, вот, если я напишу вот так вот, то это будет буквочка Q, точнее, ее, естественно, целочисленное представление. И вот теперь, если я скажу так вот, он воспроизведется. Вот, значит, второй вариант, который я говорил по случайным чисел, это энтропия. То есть, например, анализ, ну не знаю, молнии, я слышал. Чего угодно. Люди делали из лавалампу, снимали на видео, не одну лавалампу, а тысячу лаваламп. В современных процессорах есть специальная железяка, которая генерирует эту энтропию. Прямо вот в процессор встроен. Вот. Звук, девиации, да, 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 девиации всяких нагреваний и остывания процессора, звук с аудиокарты, скорость работы, что угодно. Устройство рандом не будет вам давать байты до тех пор, пока не убедится, что нужное количество энтропии существует. Устройство урандом в какой-то момент переключится на вот этот генератор. Просто оно в этот генератор будет подмешивать ту энтропию, которую увидит. Поэтому из урандома можно читать вечно, а из рандома нет. Оно довольно быстро зависит. То есть вот это урандом, да? Да. Не-не-не, функция рандом как раз хорошо... О, видите? Все. У меня энтропия кончилась. Вот я мышкой дергаю, энтропия появляется. Перестаем мышкой дергать, энтропия заканчивается. Все, давайте закончим на этом. Значит, Хиггсдамп это просто на встречный просмотр. Вопросы есть, какие-то есть? Задавайте. У меня маник дергался. Да, давайте. Это функция, которая дача сам. Ага. Она циклическая, да, только цикл очень большой. Очень большой цикл. То есть это реально последовательность вот таких вот чисел, которая с помощью всяких трюков теории чисел не повторяется. Там два взаимно простых числа как-то какая-то с ними, Они не повторяются, пока она не зациклится.